Хранить можно, продавать нельзя. С 1 июля в России запретили продажу обуви, табачных изделий и лекарств, если на них нет специальной цифровой маркировки. Несмотря на то, что предприниматели были вынуждены долгое время простаивать из-за пандемии, а некоторые не работают до сих пор, сроки введения маркировки не перенесли. В результате только за первую декаду июля в стране выдано более 15 миллиардов кодов. Однако система все еще остается сырой. В первую очередь это сказывается на предпринимателях. В тонкостях нововведений разбиралась моя коллега Эльмира Гайнудинова. Теперь у каждой пары обуви свой паспорт. А продавать товар без маркировки запрещено, за это грозит штраф. На каждой коробке должен быть нанесен специальный QR-код. А с помощью приложения «Честный знак» можно узнать всю историю товара. Проблема в том, что производителям пока разрешается реализовывать обувь без маркировки, а вот предпринимателями ее продавать уже нельзя. Как вариант – пронумеровать ее самим. «Импортные обуви, которые были приобретены до 1 июля и в таможенное оформление после этой даты произведено, такую обувь продавцы могут маркировать до 1 августа. Отечественным производителям разрешено реализовывать обувь немаркированную до конца июля 2020 года». Поэтому основная финансовая нагрузка ляжет на розничных продавцов. Ведь именно им придется маркировать каждую пару обуви, а для этого приобрести программы и оборудование. «Необходимо купить лицензию без маркировки, чтобы сверять коды и проверять их легальность. Проверить, умеет ли касса передавать в чеке ОФД новый реквизит код товара и купить 2D-сканеры на кассу для приемки, чтобы сканировать коды». Все это неизменно приведет к повышению стоимости товара и станет дополнительной ношей для покупателей. А это швейный цех. На одежде пока не должно быть никаких специальных кодов. Ситуация кардинально поменяется только в следующем году. Маркировка станет обязательной для платьев, брюк, юбок и так далее. Но уже сейчас челнинские производители готовятся к переходному этапу и просчитывают примерную сумму затрат. «Нужно опять-таки привлечение специалистов, технических программистов. Это исчисляется на самом деле не менее чем в четверть миллиона рублей. Только переход на вот эту всю систему для одного производителя». Следующий этап – введение QR-кодов для бутилированной воды, молочной продукции, фототехники, автошины и многого другого. Полный переход на цифровую маркировку должен завершиться через четыре года. Именно к этому сроку у всей продукции должен быть свой паспорт. Планируется, что в России в 2024 году будет функционировать единая национальная система маркировки, которая позволит отследить путь товара от производства до момента приобретения его конечным потребителям. Эльмира Гайнудинова, Ильнар Мустафин, Радик Ганев, Челны, 24.